Привет, меня зовут Саша и сегодня вместе с вами мы обновим вот это старенькое компьютерное кресло. На первый взгляд оно не такое уж и страшное, если бы не одно но, о котором расскажу чуть позже. А пока кресло нужно разобрать. Первым делом снимаем заглушки, которые прикрывают с собой шляпки винтов. Как сами видите, шлиц сильно сточен и крестообразная отвертка в нем просто прокручивается. Поэтому меняю насадку шуруповерта на другую и откручиваю по два винта с каждой стороны, освобождая таким образом спинку кресла. А уже потом полностью убираю подлокотники. Теперь переворачиваю сиденье кверху дном и откручиваю механизм качания. Я сняла прежний чехол, под которым прятался вот такой ужас. Не берите кресло в рогожке или коже, если у вас дома котики. Кресло разодрали аж до поролона. Обивку сиденья закрепили на совесть двумя рядами скоб. На помощь подоспел муж, в ход пошла отвертка и плоскогубцы. Вот такую приличную кучку скоб мы выдрали. Чехол, как и поролон сидушки, отправляется в мусорное ведро, потому что эта красотуля сделала на него свои маленькие дела. Вот почему и возникла необходимость переделки. Фанеру оставляем, она в хорошем состоянии. Замена сидушки прошла за кадром, но там нет ничего сложного. Просто вырезала канцелярским ножом кусок поролона по образцу старого. Его я обернула синтепоном, так как не стала покупать вот такой тонкий поролон, который защищает ткань от трения с фанерой. Ткань я выбрала на Валберес. Это велюр на флисовой подложке фирмы Текстиль Плюс, коллекция Леонардо. Ссылку оставлю в описании. Ткань с эффектом антикокоть, подходит для обивки мебель. Отрез 3 на 1,4 метра обошелся мне в 1195 рублей. Первым делом перевожу форму сиденья на ткань. Таких деталей понадобится 2. А также вырезаю одну длинную полоску. Для этого я измерила толщину сиденья, у меня это 9 см. А также длину от линии до линии, как отмечено на видео. Изначально я измерила длину от края до края. Ошибку свою поняла уже когда начала натягивать чехол на сидушку, который имеет форму трапеции. То есть в этой части она шире, чем в районе спинки. Соответственно чехол просто не налез на сидушку. Поэтому замеры производим от сих до сих, отступая где-то 5 см. А уже в этой части будет располагаться молния. Для себя с изнаночной стороны сделала пометки, где перед, а где спинка. Я пришила полоску к одной детали сидушки, отступая по 1 см с обоих концов. Забегаю вперед, это нужно, чтобы в будущем без проблем была возможность пришить молнию. Делаем промежуточную примерку и соединяем со второй деталью сиденья. Для детали с молнией измеряем ширину и длину необходимой полоски ткани. Не забываю оставить по 2 см на припуск, с каждой стороны по ширине и по 1 см по длине. То есть мне нужна деталь 14х56 см. Параллельно я делаю две отметки 14 и 7 см, то есть делю полоску поровну. Дома я нашла молнию, которую очень давно покупала на отрез. Подгоняю ее под нужный мне размер и на всякий пожарный делаю закрепки с помощью нитки и иголки. Использовать буду специальную лапку для вшивания молнии. Ткань достаточно плотная в два сложения, поэтому рекомендую сперва приметать обе детали, а уже потом сшивать на швейной машинке. Край лапки совпадает с краем ткани. Получилось не идеально, уверена у вас будет лучше. Теперь осталось пришить эту деталь к основной. Сперва начинаем с торца. Помните, именно для этого мы оставляли непрошитым 1 см с одного из другого края. Сидушка готова, пора браться за спинку. Чехол для спинки сшила аналогично, единственное здесь я не стала избавляться от старого чехла и поролона, оставила все как есть. Обе детали готовы, можно приступать к сборке. С обратной стороны сидушки на фанере нащупываем места крепления. Предварительно для удобства в самой ткани делаем отверстие, а уже потом прикручиваем на место механизм качания. Теперь принимаемся за спинку. Здесь также по бокам нужно сделать по 2 отверстия в самой ткани, в местах крепления подлокотников. А после прикручиваем и сами подлокотники. Сперва к спинке, а потом к сидушке. Осталось вернуть на место заглушки и наше кресло готово. Муся первая пришла с проверкой, кажется результат ее вполне устроил. От 3 метров ткани у меня осталось примерно половина. Планирую также обновить табуреты на кухне. Они тоже пострадали от кошачьих когтей. А я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что это видео было полезно для вас. Ой-ой, кажется ты забыл подписаться и лайк не поставил.